Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Прежде всего, хотелось бы выразить слова соболезнования всем шеидам, которые пали в войне за Карабах. Скорее всего, я буду выкладывать завтра это видео. И завтра как раз таки день, когда началась эта война. Это страшная война. Я просто в подробностях вам напишу в инстаграме, как все это начиналось. Как я узнала про то, что война. Я просто утром проснулась, и я поняла, что не работает интернет. Я сразу не догнала, что произошло, потому что я телевизор вообще не смотрю. Начала звонить там парню, до него никак не могла дозвониться. Он в то время был в армии, и те дни, которые я пережила тогда, я не желаю пережить никому. Когда твой любимый человек воюет, и это все настолько, знаете, непонятно. У тебя нет интернета, у тебя нет связи. Каждый день в голову лезут разные мысли. И просто хочется сказать спасибо всем шахидам, которые умерли, отдали свою жизнь во благо Родины. Огромная филадельфия. Очень вкусно. Давненько у нас не было именно роллов. Были суши недавно. Почему у меня болели зубы? Я не понимала, какой зуб у меня болит, просто потому что у меня растут зубы мудрости. И они, получается, не помещаются в челюсти. И, скорее всего, хирургическим методом придется их удалять, к сожалению. Вообще, мне кажется, компетентность врача, это очень важно, чтобы врач умел именно поставить правильный диагноз. Чтобы ты не стала лечить там соседние зубы непонятные. Раньше я ходила к другому стоматологу. Однажды была очень неприятная ситуация. Не знаю, вам рассказывала или нет про эту ситуацию. В общем, мы с братом постоянно ходим к одному и тому же стоматологу. И, получается, постепенно платим ему. Например, в начале лечения я дала половину суммы. А потом уже к концу, когда он завершает все, я отдаю все остальные деньги. И однажды к нему пришла налоговая. И, в общем, начали выпытывать у него, что он слишком мало налогов платит. И я так поняла, они посадили там человека, который смотрел, сколько у него клиентов за день. Потом умножают на его суммы. И в конце число, например, сколько он зарабатывает с этого всего. Ну, как бы аудит, так скажем. И вот человек у него там сидит. И мы, получается, с братом зашли. Он начал лечить зуб брата, а я там рядом просто стояла. Брату, значит, он лечит зуб. И параллельно общается с этим человеком, который сидит и проверяет. И такой говорит. Клиентов, вроде кажется, много, но по факту никто деньги не отдает. Вот, например, пришли брат с сестрой. Мама у них, говорит, работает уборщицей. Денег нету. Лечу зубы. Непонятно, когда отдадут мне деньги. Вот, вроде бы, кажется, клиентов много, а никто не платит. Вот сестра умоляет меня, что, пожалуйста, полечи зубы моему брату. Потом, позже, я тебе отдам деньги. И внутри меня в этот момент борются два человека. Один из них хочет сказать, что ты несешь какой бред. С другой стороны, ты думаешь, я могу подставить человека. Ну, человек хотя бы мог предупредить меня, что подыграете мне. Вхожу в положение, говорит. Лечу зубы, получается, почти бесплатно. Просто благотворительностью. Понимаю, что они в сложном положении. Отца у них нету. И так далее. Я понимаю, что он не затыкается. Он еще больше начинает как бы наяривать. Я так смотрю на него, он мне вот так вот подмигнул. Но мне это очень не понравилось. Почему кто-то должен меня унижать? Мне-то какая разница, платишь ты налоги или нет? Я тебе плачу деньги. Если нужно, плати из этих денег и налоги. Тем более, так дешево ты не делаешь. Хорошо, что брат не понял вообще, о чем идет разговор. Потому что мне брат по-собачански очень плохо говорит. А еще этот стоматолог говорит с таким акцентом. Он из какого-то района, то есть не покинется прям. Поэтому, скорее всего, брат вообще даже не понял, что он там говорил. Но мне настолько неприятно стала эта ситуация. Прям вот не передать словами. Я пришла домой, позвонила стоматологу и говорю, что это было? Он такой, ой, не обращай внимания, это из налоговой. Я говорю, я поняла, что он из налоговой. Я пару дней назад тоже его видела. А что это за разговоры? Он такой, ну так надо было. Я такая, в смысле, ты меня обосрал, принял. Мне, если честно, в этот момент мне просто хотелось сказать ему, иди на хэ. В общем, на три веселые буквы. И все, я ищу себе другого стоматолога. Но проблема была в том, что я за брекеты свои, у меня в то время стояли брекеты. Я уже заплатила полную стоимость. И теперь ходить, клянчить у него, верни мне обратно мои деньги. Тоже не тема. Я уже думаю, ничего. Я просто высказала все ему. Сказала, что вот если бы у меня была бы возможность, я бы вас реально послала бы. Говорю, просто я уже заплатила вам деньги, поэтому я вынуждена к вам дальше ходить. Он такой, ой, да что ты начинаешь? Можно подумать, этот человек из налоговой тебя знает. И так далее. Ну подыграла ты мне, что извини, я тебе там пару зубов бесплатно вылечу. Я говорю, у меня все зубы здоровые, у меня брекеты. И за них я уже заплатила. Большие роллы. Очень большие. Вот такая вот неприятная ситуация у меня была. Я как закончила с брекетами, больше ни разу к нему не ходила. У меня как бы об этом человеке сложилось двоякое впечатление. Мне кажется, у него немного не хватает, не все дома. И еще у меня была одна неприятная похожая ситуация. Господи. Неприятная похожая ситуация с учительницей по английскому. Я с одним мальчиком ходила, мы, получается, вдвоем в группе были, ходили на занятия. И она была не замужем, ей было около 35 лет. И она постоянно между уроками постоянно говорила, жаловалась на свою жизнь. Но я думаю, ничего, да ладно. Она была очень не сдержанная. И когда ты делала что-то неправильно, например, тесты, начинала орать. Говорила, вот, эту тему мы проходили, эту тему мы разжевывали. Сидели, почему ты допустила здесь ошибку? И уже настолько, знаете, был страх, хотя я была уже в 11 классе, я была не ребенком. Но вот этот вот напор, вот эти вот постоянные повышения тона, как бы я боялась ее конкретно. Мой напарник, так скажем, кстати, поступил в юридический. Молодец. Мальчик, который ходил со мной на занятия, он сначала учился со мной в одном классе. То есть он переехал с родителями из России сюда, в Баку. И сначала учился в 11 классе, но потом его знания, база знаний, которые дает Россия, здесь считается очень низкими знаниями, поэтому его посадили в 10 класс. Хотя со мной такого не было. То есть я переехала, когда была в 9 классе, так же и пошла, потом в 10. И в общем сидим мы с моим соседом, она нам преподает и так далее. Чуть что, она начинает нервничать, начинает орать на нас. И в один из дней заходит ее мама и такая говорит, «Да хватит на них орать, шли их вон из квартиры, встали и пошли вон отсюда». Прикиньте, ее мама начала. Можно подумать, мы здесь бесплатно сидим. Твоя дочь так зарабатывает деньги. Деньги не маленькие. Мне так неприятно стала ситуация. И вы знаете, и дальше как бы ты боишься у нее что-то спросить. Вот сидишь дальше на уроке после этих разговоров. «Ой, доча моя, столько таблеток успокоительных покупает. Да ваши деньги, которые вы даете, не окупаются эти успокоительные». Сказать, что мы ходили бесплатно или ходили как-то дешево, нет. Возможно, даже немного дорого. Просто мне ее посоветовали. У нас девочка была, которая шла на золотую медаль. И она где-то седьмого класса занималась этой учительницей. И она как бы учительница хотела, чтобы мы тоже делали тесты на уровне этой девочки. Так что, мои хорошие, не оценивайте, не судите людей по себе. Вот эти две ситуации мне, наверное, запомнится на всю жизнь. Мне было безумно стыдно, обидно и неприятно. Я наелась. Было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мне будет очень приятно, если ты подпишешься или просто поставишь лайк. Всех люблю. Пока.